С Тинькофф Пэй можно платить онлайн, любым телефоном со стикером или приложив телефон к терминалу. Тинькофф Пэй. Оформи любую карту Тинькофф и выбирай свой способ оплаты. Онлайн, стикером, телефоном. Всем привет. Это канал «Слово пацана». Мы сейчас находимся в Воронежской области. И сегодня будет аж две истории, и одна из них в Москве. Ребята, всем доброе утро. В общем, я проснулся. У нас есть правила игры. Ты будешь видеть, а ты видеть не будешь. Ты что делаешь? Ты спал? Отдыхал? Отцепался. Тысячу лет, тысячу жизней. Тысячу жизней. Тысячу жизней. Тысячу жизней. Как жизнь? Отлично. Чего снилось? Ничего. Видите? Вот чтобы вы понимали, максимально спонтанно вообще все происходит у нас. Чтобы вы понимали, Рома даже спал. Он знать не надо, что мы приедем. Как поживаешь? Рассказывай. Или тебе нужно время чуть-чуть прийти в себя? Думаю, наверное, время. Давай, хорошо. Пока ты приходишь в себя, мы перемещаемся в Москву. Ребят, всем доброе утро. В общем, я проснулся. Сейчас вам покажу. Я тут пока... Тут на самом деле половина людей на работу ушло. Как это сегодня сделаю я? Один человек лежит. Тут вообще никого нет. Тут вот тут и вещи лежат. В общем, ребят, здесь много-много-много дверей, где живут. Ну, здесь в основном по 8 человек живут. Вот. Вот тут сделали вот такие вот шторки, а раньше двери были. Поэтому нормально. Вот тут еще. Тут люди сушат вещи. Я тоже сушил два раза. И моюсь этот. Сейчас просто возможности нет мыться. Потому что я работаю. Тут можно чай пить, наливать, тут можно мыть посуду, тут можно готовить. Туалет. Тут душ. Куда я заходить не буду. В перебор как бы. Как вы знаете, или как вы сейчас узнали, Сережа живет в хостеле. Понятное дело, что, наверное, это не самые комфортные, идеальные условия. Но, знаете, ну, это же жизнь, и это нормально, что свой путь он начинает вот с такого. Да, там комнаты, да, там несколько людей спят. Для Сережи это не сильно большая проблема, и тем более он сам оплачивает свое жилье, сам оплачивает свой хостел. И самая главная проблема, и вообще самая основная задача для него, это сделать так, чтобы у него был постоянный стабильный доход, и чтобы у него была работа. Серег, ну чего нового в твоей жизни, что с работой, рассказывай. После того, как я уволился, вот, я на следующий день, вот, я вообще сам сначала искал работу в первый день. Как-то я не нашел, и тут у меня друг Геннадий, вот, я у него помощь попросил, он приехал, мы с ним пошли в торговый центр, и там искали работу. Мы пошли куда? Начало на автомойку, потом поднимлись на вех, в шоколадницу там тоже оставили резюме свое, там, официант. Вкусные точки в KFC и бургерки. Мы просто подходили, говорили, вот это вот, ну, Геннадий говорит, вот это вот сотрудник хочет у вас строиться на работу. Ну, как вы не сотрудник, просто человек. И все, и они нам показывали на стену, там было заполнение анкеты, и в итоге в KFC попал. Ну, там весном бегаешь, картошка, вот это вот все. Потом я ушел оттуда, и вот через какое-то время я понял, что мне надо самостоятельно искать работу. На самом деле я много куда ходил на собеседование, и мегафон, и в теле-2, и мне вообще столько бумаг дали. Мне 4, ой, 8 бумажек дали, чтобы их написать. Вот, ну, и как-то вот попал я именно туда, спустя неделю. Я сначала зашел вот туда, менеджер, меня Катя ее зовут. Хороший человек, очень хороший человек. Вот, она мне показала, что как работает в первый день, показала мне зал, все, и на следующий день я уже работаю. Когда мы приехали сюда зимой, было ощущение, что вообще в каком-то другом мире оказались. Потому что я вспоминаю, здесь, знаешь, такой был немножко, ну, как-то все было по-другому, да. Во-первых, все было очень печально, картина из-за того, что зима, из-за того, что снег, и он чернел из-под снега, вот, какой-то чернозем местами, какие-то палки. Сейчас выглядит все иначе, смотрю, у тебя там цветы растут у дома. Нам хочется, чтобы ты провел нам небольшую экскурсию здесь, по своим угодьям, твоего графства, да. И показал, что здесь изменилось, потому что мы знаем, что у тебя изменения есть. Помимо крыльца, что-то ты еще тут мастеришь, делаешь. Летом реально другая жизнь здесь. Песочницу, палатку поставил. Песочница. Эту ты для сестры сделал песочницу. Молодец, и покрасил. Цвет краски чем-то напоминает мне цвет части вашего дома. Там дверь, да, вот эти наличники. Да, эта палатка ты поставил для сестры. Я так понимаю, что там ты сделал столик и табуреточку, тоже для нее. Это ты, получается, что вы перекапывали все это, да? Да, да. Лопатой? Да. Ты копал? Когда мама, когда я копаю. Помидоры, капуста. Тоже помидоры, баклажаны. А у вас где-то заканчивается, да, участок? Ну, да. А, то есть еще можно, еще там засеять много, в принципе, далеко еще, да, ваша земля? Нет, ты попробуй прокопай. Да. Земля жесткая. Я тут сукулоп отпереломил. Серьезно? Ага. Каково это жить в условиях, да, ну реально с условиями, когда есть душ? Да, намного проще. Можно подойти, помыться. , по-другому. По-д expbaby. По-д с правильному. ну прям видно что уже обжито ты сам ты готовишь за ней еще нет за это ни разу не готовил ничего нет поварская тема не твоя нет почему моя она просто еще не брался очень симпатично все здесь здесь выглядит так хорошо ну прям хорошо да еще обжили и знаешь вот это вот когда но когда хорошие элементы в ремонте это подчеркивает какой-то аккуратности чистоту и здесь прямо-то видно ты зашел сюда здесь чисто аккурат это мотивирует на то чтобы жизнь вообще была такая собранная хорошо сейчас мы идем перетеваться так ладно ничего не зовут а бинта был забыл телефон телефон забыл подги тоже потерял так вот это вот надо землевые провода что собрались вниз по вот там уже соцелистие вниз поехал блин вообще может пешком мы в этом хостеле еще девочки живут они тоже есть до четвертого этажа здесь посту поэтому как-то так но Серега, ты живешь в хостеле, где ты там хранишь все свои вещи. А там сумки, мне сказали, где поставить сумки. Можно в кладовку убрать. То есть у тебя там даже шкафа, тумбочной нет? Ну где-то дается шкафчик, а где-то не дается. Тут нет шкафчика. У меня все в сумках умещается там. А где стираешь свои вещи? Старые вещи. У меня здесь есть пакет. Туда идти, в пакет, например, те, которые уже грязные. Каплю до определенного момента, потом администратору говорю, и он показывает, куда машинка там есть. Около душевой, женской, там машинка. Это бесплатно? Платно. 150 рублей, так же, как и было раньше. Две стирки, ну мне скидку туда сделали, я две стирки делал, 200 рублей. Это видео мы снимаем в двух разных местах. Это Воронежская область и Москва. Расстояние немалое. И часто у нас в роликах мы вообще проезжаем огромные расстояния, пролетаем на самолете, проезжаем. Если проезжаем, то вот. Вот она машина, на которой мы преодолеваем тысячи километров за одну неделю. И это еще не предел. И реально на ней уже очень немаленький пробег. Я понимаю, что придет время, и это будет скоро, когда придется ее менять. И хочется, чтобы это было максимально выгодно и без проблем, и без нюансов. И в этом случае мне на ум приходит Авито. Ну, посудите сами. Во-первых, это одна из крупнейших площадок по покупке и продаже авто. Во-вторых, и это тоже очень важно, там очень много частных покупателей. Представьте, что несколько миллионов человек ежедневно переходят на Авито, чтобы найти себе машину. Так что выгодно купить или продать машину не составит труда. Тем более, сделать это можно буквально за пару кликов. Вот, смотрите. Делаем новое объявление. Добавляем фото. Информацию о машине. Описание. И все. Можно ждать звонков. Давайте просто, ради интереса, посмотрим, сколько уже объявлений по Вольво выложено. Их реально много. Как я сказал ранее, покупателей тут реально много. Так что объявления очень быстро теряют свою актуальность, так как тачки раскупаются. К тому же, здесь, как правило, вы не сталкиваетесь с ножницами посредников и завышенными ценами. Соответственно, можно продать машину и купить новую с максимальной выгодой для себя. А сопутствующие сервисы станут надежными помощниками при проверке вашего нового потенциального автомобиля. Поэтому переходите по ссылке в описании и продавайте выгодно автомобиль на Авито. А мы отсюда перемещаемся в Воронежскую область и будем делать это не на машине, а просто монтажным приемом. Так, Вов, мы знаешь, зачем тебя взяли-то с собой? Самое основное, самое главное. Потому что ты в этой технике очень хорошо сбираешь. У тебя свое хозяйство, свой огород. У тебя два таких мотоблока. Поэтому ты наш здесь сегодня такой консультант, который приехал прямо вместе с нами. Подборщик. Подборщик мотоблок. Я там сейчас тебя переименую прямо, подожди. Не надо. Ну, мне нравится, что ты на нем даже путешествовал один раз. Да. Смотри, ему же не нужно прям, знаешь, поля вспахивать, да, какие-то большие. Потому что у них перед домом вот этот огород сзади дома. Да. И плюс ко всему, вот эта вот история вообще вся для него мотоблок, это возможность подработать где-то в деревне. То есть он может кому-то еще съездить, кому-то еще что-то сделать. Ну, кому-нибудь бабушке помочь там типа. Ну, да. Ну, или просто как бы где-то заработать на каком-то там у соседей. У нас там неплохо на них зарабатывают. Там на огород там от двух тысяч. А вот это вот для пыток возьмем? Да парочку можно. Сколько всяких нюансов, да? Да, вообще. Казалось бы. Я никогда в жизни никак не связывался с мотоблоком, не был связан. Поэтому сейчас немножко не понимаю. Понимаю примерно, как это все выглядит, как это работает. Но то, что на это еще много всяких насадок есть, интересных. Продолжение следует. Мотоблок, окучник, цепка, колеса, келешка. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Какой у тебя сейчас вес? Ну, последний раз. Я сам не знаю, блин. Сереж, какой у тебя вес? Я не знаю. 55. Последний раз был. А как у тебя сейчас дела со спортом? Плохо. Если на прошлой работе было хоть как-то хорошо, а сейчас плохо. Сейчас мы не занимаемся на работе спортом, на моей. Ну, хорошо. А вечером после работы на турники бы сходить? Ну, я после 22-х прихожу. Куда там турнички? А утром? А я отсыпаюсь. То есть, сейчас ты работаешь. В чем заключается твоя работа? А я стою в примерочной. Надо осматривать сумочку, чтобы они прикладывали в что там куда-то. Там есть же защита на вещи. Вот. Надо сделать так, чтобы эту защиту не сняли в примерочной. Ни кусачки никакие там не принесли. И не украли ничего потом. При входе и выходе обычно проверяют сумочки там. Вдруг там магнит или еще что-то. Это было на работе такое, что бывали неадекватные просто люди. Например? Ну, вот один такой заходит с сумочкой. Ага. Я вам говорю, прикладывай черному квадрату. Ну, тут уже очевидно, он до конца к ней прикладывает. Он просто отдали. И что-то Бибика бибикнула и опять говорю, прикладывай. И опять так же делает. Так. И я вижу, что Бибика ты говорю, открываете. Он говорит, резко так говорит, типа, это там все мои вещи. Я вообще не хочу ничего открывать. Ну, все-таки открыл и я посмотрел, там у него сумка. Еще одна сумка. Сумки. Штаны две пары. Носки и так далее. Он просто вывалил все это на стол. А я рацию взял. Оно не работало. Потому что надо сильнее давить. А я в тот момент переживал, волновался нервами. Он просто вывалил сам и ушел. Ну, вообще надо, чтобы было сделать так, чтобы он не ушел. Ну, ладно. Ну, там был один мужчина. Он с женой вроде приходил, такой лет сорок. Ага. Вот он зашел мерить. У него четыре вещи было, я помню. Зашел он в примерочную. Там минут десять. Померил. Выходит и говорит, а нет ли у вас размером поменьше или побольше? И потом он такой думает, блин, знакомый голос ты-то. Я такой, блин. Какой-то ты в программе снимался. Я такой, э, это не я. И он говорит, а, работаешь ты тут. Ну, и руку мне пожал и все. И на кассе улыбался стоял. Ага. Кто-то фоткаться хотел, там, парень с девушкой. Ну, я не стал фоткаться, потому что я работал. Мне не надо фоткать вообще. У меня много-много было набрано вещей. Их же надо разобрать. Вот. А там был очень много людей. Поэтому я отказал, так говорить. Потому что работал. О, красотка. Привет. 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 Как жизнь твоя проходит? Уже второй класс. Второй класс уже? Ну, ты уже большая, уже взрослая, уже серьезный человек. Да. Летом как? Хорошо, каникулы? Угу. Чем занимаешься вообще обычно, летом? Да, весуем, гуляем. Помнишь, сколько игрушек у тебя? Угу. В эти игрушки играешь? Да. А чемоданчик? Тоже. Играешь в путешествие? Угу. Куда намаливаешься? На море. На море? Да. Потом на самолете летала, на Тойоте. И где только не была. С чемоданчиком везде можно оказаться, да? Согласись. А еще, помните, когда мне кошечку подарила? Подари. Так. Я ее даже платье одела и коготки нашла. Кошечки? Даже могу принести. Ну, давай, конечно, покажи. Интересно. Это у нее шеник такой. Ой, ты все сделала сама? Да. Дуро. Сейчас она без сумочки, потому что ей уже исполнилось два месяца. Она уже сама умеет ходить. Слушай, а у тебя шарф есть? Да. А можешь принести, пожалуйста, шарф? Мой? Ну да. У нас есть правила игры, в которые нужно сыграть. Но ты будешь видеть, а ты видеть не будешь. Идет? Везет. Тебе видно? Нет. Да видно. Подглядывай, ладно только, серьезно. Хорошо? Ага. Одевай наушники сверху, теперь ты после этого ничего слышать тоже не будешь. И реально, не открывай глаза вообще, хорошо? Держи их и не получится. Я понимаю, прижали максимально. Ага. Я тебя хлопну по этой штуке, тогда ты снимешь звук. Ага. Все, поехали. Рома, ты слышишь, что происходит? Ну все, он не слышит, не видит. Вот. Итак, Тиму там уже звонит. Это тачка такая? Электромобиль. А, прикольно. Да. Я, кстати, вообще такого никак не видел. Я твой подмастерье. Ты мне даешь задания четкие, пожалуйста. Я и выполняю все. Грязную работу самую. Вторая кнопочка с багажника. Принеси ее к набору инструментов. Вторая кнопочка с багажника. А у тебя машина здесь, да? Жарко было? Очень. Течет очень. Что ж, мы практически здесь собрали телегу. Ну, Вова немного помогал. Вова, ты как? Вова сейчас, в общем, сделает заключительное дело. Мы прикрутим сидушку. И, в принципе, телега для мотоблока будет уже собрана. Готова. Мы погрузим ее и поедем в путь. Да какая там рука? Нормально. Ё, что, испачкался? Все собрали. Все работает. Проверили. Теперь грузим мотоблок в машину. Это очень важная покупка и нужный на самом деле. И выдвигаемся вплоть. Погнали. 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 Это очень важно. На самом деле помощник в работе для семьи, помощник по хозяйству. штука незаменимая в этих условиях однозначно так я уже знаю слышно музыка, который играет короче, мой друг у нас для тебя есть особенный подарок особенный ты во многом молодец мы это видели, замечаем короче говоря, своему вниманию представляется кое-что подойди, потрогай просто вниз руку опускай рядом, близко пустое колесо, кажется вроде бы дорога сзади меня неизвестно, где дорога догадки есть там такой же будет прицеп ну что, снимай, наверное, да? да снимать да сейчас попробуем мастерство шеф-повара этой столовой неплохо у тебя есть желание переехать из хостела и снять себе, не знаю, там, комнату или квартиру в дальнейшем? ну, мне так как сейчас удобней, просто я сложности, как говорится, не надо бояться просто я думаю, что в дальнейшем займусь вопросом таким а с братом старшим общаешься, поддерживаешь отношения? он тут в телеграме мне писал, блин ну, как обычно учительный, только учительный и все как по моим данным он работал в Москве каких-то там, я не знаю хотел здесь работать, закрепиться здесь но у него не получилось и он назад уехал а ты под роликами комментарии про тебя читаешь и как относишься к негативным комментариям? я не понимаю людей которые пишут, что я лентяй труденем вот этого, я тебя не понимаю если я был бы лентяем я бы сидел бы на диване как и лежал бы правильно? не началось бы эти съемки вот это вот если я был бы лентяем труденем и так далее ебару все все Ом, садись поехали офигеть я бы никогда в жизни не догадался будешь не догадаться но мы собственно говоря давай объясню тебе наши мысли мы считаем, что в хозяйстве штука незаменимая копать вспахивать ровнять что еще там сеять, сажать для всего короче говоря в огороде все что хочешь плюс ко всему конечно же прицеп на прицепе можно что-то отвезти тот же самый мусор на помойку уже не нужно таскать километр соответственно не нужно его здесь складировать взял нагрузил поехал отвез и я думаю еще важный момент что это та вещь которая дает возможности не только по огороду по хозяйству вообще по вот твоему участку на этой вещи ты можешь подработать здесь в селе для кого-то что-то сделать потому что это не просто мотоблок с прицепом у меня в багажнике еще в машине целый набор разных насадок для этой штуки осталось тебе просто разобраться как это работает и собственно говоря теперь оно твое спасибо большое сережа это знаете такой герой нашего канала который с самого первого выпуска вызывал не самую однозначную реакцию надо же в телеграме было голосование справиться не справиться то есть очень многие зрители в него не верили и сейчас многие зрители я их понимаю прекрасно считают что он не использовал до конца свой шанс что он во многом лентяй что он неправильно распоряжается тем что у него в жизни случилось спасибо так там просто человек обошел чтобы не мешать нам снимать давайте так это его жизнь каждый судит по-своему у каждого свои ценности у кого-то ценность это не знаю там квартира семья у кого-то ценность это машины понты у кого-то ценность это мобильный телефон и какая-то там не знаю виртуальная жизнь у каждого по-разному это жизнь человека но нам важно было в истории с Сережей сделать так чтобы ну то дно скажу так в котором он пребывал все-таки изменилось чтобы в глазах у паренька появился огонь чтобы у него по жизни реально что-то получалось чтобы у него появился интерес к этой жизни и работу которую теперь на которой теперь он работает он нашел себе сам и это тоже показательно я думаю что это для него очередной урок это позволит ему еще больше ее ценить а это важно итак друзья это снова я всем привет в общем покушал я сейчас в столовой сейчас я подошел к очень важному зданию еще я хочу выразить огромную благодарность Роме и Диме за то что они помогли мне в такой ситуации когда я еще был лежал на диване ничего не делал не было поддержки вот им огромное спасибо спасибо тем спасибо огромное еще тете Гале то что помогла мне очень сильно Ване огромное спасибо это все люди которые меня окружали в тот момент когда я работал когда я только начал развиваться в общем всем спасибо огромное кто меня окружает вот все люди которые меня смотрят все не люди люди которые пишут плохое тоже огромное спасибо что вы пишете но я все равно не сдаюсь все равно я своих целей буду достигать вот я пришел на мое место работы сейчас вам покажу где я работаю вот мое место работы в общем на мое место работы нельзя использовать камеры ноутбуки телефоны всякое такое поэтому всем спасибо кто смотрел этот ролик всем пока спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну и на этом мы уже отчаливаем отсюда Уезжаем с вами, прощаемся Такой вот выпуск вы посмотрели Две локации Москва, Воронежская область Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok